Всем большой привет! Вы на моем канале. На своем канале я рассматриваю уже очень много тем. Сегодня я решила сделать небольшой обзор о бытовой химии, о декоративной косметике. Вот так вот немножко смешано. Решила, что девочкам всегда, в принципе, интересна эта тема, поэтому почему не поделиться. Хочу бы сказать, во-первых, что я делаю заказ на сайте Makeup. Это не реклама, но, скажем так, это удобство. Почему там делаю заказ? Во-первых, потому что очень много декоративной косметики, из которой я пользуюсь, не продается у нас в городе, поэтому проблематично что-то найти. Во-вторых, это очень удобно, особенно для молодых мам, потому что там есть бесплатная доставка на дом, курьер привозит домой вам в руки в то время, когда вам это удобно. Пока там ребенок спит, мама села, заказ сделала, и в течение там трех-четырех дней вам это пришло. Также у Makeup есть сайт-партнер отдельно, если вам будет интересно, я скажу. Там продается детская одежда, игрушки, разные товары для, скажем так, для детей. Поэтому это, опять же, очень удобно. Так, начну с помады. Вот такая помада от Reloie. Это жидкая помада из серии Nude. Она матовая, когда высыхает на губах. Чем она мне нравится, что она максимально подчеркивает естественный цвет, скажем так, кожи. То есть, вы просто подчеркиваете губы. У меня есть отдельная помада, тоже маркер Reloie, только она True Match. То есть, она супер матовая. Они мне нравятся тем, что они недорогие. В принципе, за такую цену, которая она стоит, то это просто, не знаю, держит по стойкости, в принципе, легкий завтрак, какой-то легкий перекус. Поэтому, не знаю, я, как, наверное, большинство девочек, у меня ни одна и ни две. У меня очень много помад, потому что я каждый день по настроению крашусь тем, чем у меня есть настроение. Кстати, подписывайтесь на мой инстаграм. Там я делаю больше обзоров о косметических продуктах и рассматриваю много тем, которые не рассматриваю на ютюбе. Так. Еще один продукт. Вот такая маска для лица. Это маска от L'Oreal 3 глины с красными водорослями. Это маска Scrub. Я бы сказала, такая маска Peeling. То есть, наносим на кожу на 5 минут, она немножко присыхает. После того, как нанесли, немножко водой, если присохла, массируем и очищаем кожу. Кожа, она очищает, но супер-вуперского, скажем так, мотирования или очищения, как обещает производитель, я не увидела. Вот у меня есть такая же маска 3 глины с углем. Вот та действительно сужает поры, очищает. То есть, там глубокое очищение. Она даже, когда наносишь, аж присушивает, немножко стягивает кожу. Вот от той я увидела эффект. Возможно, у меня не подошло, потому что у меня комбинированная кожа, поэтому там мне больше понравилось. Это, наверное, подойдет для кожи с нормальным типом. Так, так как я еще постоянно экспериментирую со своими волосами, то я светлой перекрасилась, то темной, то что там между, скажем так, то структура волос, конечно, пострадала. Очень долго думала, искала, какие же шампуни выбрать. И остановилась на шампунях «Натура Сибирика». Я их ни разу еще не пробовала. Мне подкупило то, что производитель обещает натуральный состав. Это облепиховое шампунь с облепиховым маслом. Также в составе входит масло арктической розы, масло можжевельника. Также кератин, который обещает восстановление структуры волос. И производитель обещает легкое ламинирование волос. Насчет эффекта ламинирования пока как бы рано что-то говорить. Я пару дней только помыла голову, поэтому ничего не могу сказать. Мылится, пенится хорошо. Голову не жирнит. Многие говорят, что запах такой притерный, яркий какой-то. Я бы не сказала. Легкий запах облепихи, мне даже кажется, немножко почему-то апельсинкой. Хотя в составе вроде апельсина нет. Все написано на английском, поэтому я надеюсь, что это оригинальный продукт. И что действительно через какое-то время я замечу улучшение своих волос. Для, скажем так, усиления эффекта я взяла также кондиционер этой же марки. Тоже с облепихой, тоже с эффектом ламинирования. Кондиционеры обычные, по густоте скажем так. Также в кондиционере входят витамины группы В, В2, В6, которые также обещают восстановление структуры волос. Из этой же серии я взяла спрей для волос. Запах у этого спрея легкий, ненавязчивый. Хочу сказать, что у меня уже разные спреи для волос было. И большинство из них жирнит волосы. Вот этот, я же говорю, уже использую пару дней. Очень хороший пульверизатор. Вот такой как бы эффект тумана. То есть не пшикает так, что прям волосы мокрые. Несколько раз впрыскал и нормально, не жирнит. И мне очень нравится. И знаете, бывают спреи, которые очень ароматные, скажем так. И они бывают, аж перебивают запах собственного тела или запах парфюма, туалетной водички. Этот же нет. Этот абсолютно ненавязчивый. Так, что еще я приобрела? Ну, это самый обычный, в принципе, лосен для тела, да. С маракуйей и манго. Я его взяла, скажем так, для разнообразия. Потому что у меня, в принципе, есть мой стабильный лосен Гарниер. Интенсивные уходы. Вот такая красная бутылочка. Они мне очень нравятся. А это такой, знаете, когда хочется что-то новое. Нового такого легкого запаха. Он больше, конечно, подходит для летнего времени, потому что он не настолько густой. И под конец купила я вот такое мыло, как оно выглядит в упаковке. Это мыло-скраб. Почему скраб? Потому что внутри, вот по бокам уже выходит, находится люфа. Как знаете, люфа это натуральная мочалка. Такие, как кабачки, тыквочки растут, и потом с них делают мочалку. Это сандал, запах сандал с корицей. Я вообще-то туалетное мыло не люблю, потому что оно пересушивает кожу, стягивает, еще что-то. Но это мне очень понравилось. Я изначально его заказывала, вот мне понравился его вид, форма. Это мне как бы привлекло, скажем так. Запах сандала в основном и немножко корицы. Вот для любителей таких, скажем так, восточных, каких-то необычных запахов. За счет вот люфы легкое скрабирование. Она не царапает кожу, но такая легкая-легкая. Вот этот запах, он не приторный, не химический, не навязчив. Это запах эфирных масел. Вот у меня разные эфирные масла дома. И я уже могу отличить, скажем так, что это действительно эфирное масло сандала. Поэтому я сейчас часто использую его вместо геля для душа. Он не пересушивает мою кожу. Наоборот, сохраняет такой легкий, ненавязчивый запах на теле. Приятный, скажем так. Наверное, бы его лучше использовать с утра. Вот такой, знаете, как бодрячок назовем его. Поэтому, если вам интересно, подписывайтесь на мой канал. Узнавайте еще нового что-то, куда попутешествовать или что приготовить. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok